Добрый день! Надо просить неотступно. Помните притчу евангельскую о судье неправедном, о вдове, которая приходила к нему и просила бесконечно, и он сказал, ну хорошо, я ничего ей, конечно, не должен, но просто она замучила меня, поэтому дам ей то, что она просит. Так надо просить у Бога того, что вы хотите. Еще надо подойти поближе. Если мы представим себе, что нас окружает толпа просящих и кричащих что-то людей, то мы услышим с вами в первую очередь того, кто ближе подойдет и будет как можно более громко кричать. Вот так надо поступать. Так надо, безусловно, просить, требовать, знаете, у Бога даже. Я бы не побоялся даже этого слова. Многие люди смущаются и говорят, ну вот мы читаем «Отче наш», но мы не можем требовать у Бога вещей материальных, ну как же так, мы вот духовных хотим вещей искать. Да, безусловно, ищите духовных вещей. Но мы же дети, правда, и нам разрешено просить все, что угодно. Чуть подрастем, поймем, что это не так важно, будем просить того, что действительно важно. А самое важное — это хорошее настроение. Оно складывается из чувства удовлетворенности, в первую очередь, нашими отношениями с Богом, потом с людьми, потом с самими собой и так далее, а потом уже всякими материальными штуками. Так что просите неотступно. Нойте, кричите, вопите, стучите, и вам отворят. Нам обетовано, что вам отворят. Христос говорит, кто из вас, будучи отцом, если сын попросит хлеба, даст ему камень? Да, поэтому дадут вам все, что вам нужно. Только чрезмерно не дадут. Дадут ровно столько, сколько вам требуется, вы это тоже учтите. Поэтому, если вдруг вы недовольны, что вы просили больше, а вам дали меньше, то это ваши трудности. Значит, оценивайте себя не по рангу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...